Торжественно закрыли третий трудовой семестр и подвели его итоги. Во Дворце культуры города Лиды состоялся районный слет студенческих отрядов. В нынешнем году он проходил под названием «Лидские студенческие отряды – это бренд». На мероприятие были приглашены почетные гости, лучшие бойцы, командиры и комиссары студотрядов, а также представители принимающих и направляющих организаций. Заместитель председателя Лидского райисполкома Геннадий Владыка поблагодарил ребят за их добросовестный труд на благо Родины. Самое главное, что ребята в процессе третьего трудового семестра могут попробовать стольную специальность. Не просто заработать денег, а оценить, к чему они годны, к чему они склонны, оценить, что такое труд, психологический климат в коллективе. Могут посмотреть свою пригодную стольную профессию, а наниматели в свою очередь могут встретить на будущих специалистов. Кто-то из них будет топ-менеджером, кто-то будет просто хорошим специалистом. И вот все это происходит в третьем трудовом семестре. Ребята понимают, что труд важен, он нужен и пробуют себя в том или ином виде труда. Ну и, конечно же, каждый может улучшить свое материальное положение, каждый может завести новых друзей. Ежегодно студотрядовское движение объединяет десятки тысяч молодых людей. Для них это отличная возможность приобрести профессиональные навыки, получить трудовой опыт и заработать свои первые деньги. В третьем трудовом семестре более тысячи ребят работали в составе студенческих отрядов. Они выполняли подсобные и сельскохозяйственные работы, занимались педагогической деятельностью в оздоровительных лагерях, а также трудились на строительных объектах. Ребята трудились во многих предприятиях нашего Лидского района. Были и сельскохозяйственные отряды, и сервисные, и педагогические, и производственные. Большинство предприятий нашего города поддерживают студенческие отряды. Поэтому очень благодарны принимающим организациям, которые берут на себя такую ответственность брать детей для работы в летний период. На районном слете студенческих отрядов были названы имена лучших бойцов, командиров и комиссаров студотрядов. Молодые люди, которые летом работали на производстве, в сельском хозяйстве, медицинских учреждениях и оздоровительных лагерях, выходили на сцену за заслуженными наградами. Им были вручены грамоты и памятные призы. Юноши и девушки признавались, что с пользой провели летние каникулы. Они смогли реализовать себя в различных сферах и нашли новых друзей. Отряды организовываются с 14 лет. Вот как раз таки в этом году мне исполнилось 14. И я решила принять участие в студенческом отряде. Эта работа для меня была очень интересная и также одновременно и сложная, потому что все же это первый мой труд. Первый раз, как я работаю более-менее на настоящей работе. Было очень сложно и трудно. Но при этом всегда было весело, ведь я на студенческом отряде познакомилась с многими ребятами, с которыми до сих пор продолжаю общаться. Очень важно, что у нас в Лиде организовывают такие студенческие отряды, потому что это дает возможность детям, которым исполнилось 14 лет, заработать свои личные деньги и понять, насколько сложно зарабатывать их. Участие в студенческом отряде подарило мне много новых эмоций, новых друзей, с которыми я общаюсь по сей день. Сам коллектив у нас был дружный, было несколько парней и 6 девушек. Мы все очень хорошо сдружились и до сих пор общаемся. В последующем мы тоже планируем заниматься в студенческих отрядах, только под разными направлениями. Хотим пробовать свои силы и узнать что-то новое для себя. По итогам третьего трудового семестра лучшими принимающими организациями стали Управление образования Лидского райисполкома и сельскохозяйственное унитарное предприятие Можейково. Лучшие направляющие организации Лидский государственный технологический колледж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова